вот такой у нас быт ребят вот банька вот избушка сейчас чайничек поставили будем чай пить вот чайничек у нас греется вот так в избушке у нас кому интересно приезжайте в гости вот избушка стол стол сам делал табуреты сам делал из массива такие телевизор есть 9 интересно все пойдемте покажу баньку во да здесь второй этаж еще есть туда спать большой там человека три точно поместится на низу 2 это как у нас здесь в планах вот этот домик и вот эту баню соединить полностью стенками здесь сделать кухню полностью и получается здесь как предбанник бане будет я думаю будет шикарно с баньки вышел сразу в кухню там и вот там раки там все остальное сами понимаете вот такая у нас банька тут банька тоже маленькая вот такая вот маленькая ну два три человека вот здесь спокойно садятся как бы и парятся печку сделали с обычного ребят баллона газового вот и просто бочку поставили с водой сверху она снимается может легко воду поменять там все сделать я не ожидал что газовый баллон такой жар будет давать тут два часа уши заворачиваются так что на на камни подливать здесь мы дрова храним пока потом будут со временем они у на скорее всего вот здесь у нас хранится если сделаем навесик потому что если здесь все соединится конечно здесь надо будет все выравнивать я представляю это целое тут попе и будет потому что баня выше чем домик и придется вот этот профиль мне наверно обрезать как-то что-то тут дело ни одно дерево конечно у нас не пострадает потому что это березка она останется от этого пойдет вот так и все хорошо как раз помещается до баньки тут у нас 50 веники которые уже наверно выкинуть надо пора уже но будем им улицу подметать а так прикольно просто висят я хочу если чем в следующем году дополнить еще внизу повесить и как москитная сетка будет ну а там посмотрим потому что здесь все равно стенка будет так что здесь вот у нас газовый баллон висит который заходит в дом баллон на 10 литров хватает одной компании вполне здесь у нас генератор навесик под генератор ну не под навесиком хорошая погода и еще маленькое дополнение сделали в этой избе очень плохо ловит сеть мтсовская до любая сеть она очень далеко и мы нашли точку ребят где она ловит в принципе неплохо ловит позвоните если что надо вот на пригорочки и вы видите мы туда обратите внимание вот он провод мы туда провели два прожектора сейчас прям покажу досточки это как раз я залазил песенку ставим вот два прожектора у нас вот один прожектор и у туда еще пошел провод 2 вон там досточка обратите внимание его там ловит сеть мтсовская чтобы вечером можно было пойти позвонить там родным близким сказать что все хорошо вот у нас растет можжевельник вот он вокруг избы везде видите тут как сказки пойдемте покажу все равно это видео для youtube а я загрузить хочу пускай она будет по длине вот буквально изба и проходим чуть-чуть вот храним нашли чага березовая ребят растет вот он красавица от всех желудочных болезней и кишочных тоже говорят что даже рак на там на 2 на 3 стадии вылечивает это знаю то что если ты отравился чем-то у тебя там расстройство желудка то лучший способ ее завариваешь круто 30 минут настоялась и пьешь как чай она цветом и вкусом как чай ну зато 15-20 минут у вас все проходит пойдемте еще покажу помосток сегодня кстати возле помостка пробегал лось метрах 30 от меня но телефона не было бы как раз там посуду мыл телефон с собой не взял большой такой лось такими рогами огромными обидно было конечно что телефона не было вот так вот вот здесь все строим эту беседочку вот она беседочка будет в этом году уже нам вряд ли построим потому что все некогда нам вот там речка у нас 50 метров и река лодочки стоят тут же у нас сразу смотрите брусника растет мотан кушай вот бум собрать час варенье закрывать потому что уже ввести ее все она уже не доедет пар баночек варенье закроем может чуть больше закроем там посмотрим вот он наш помосток вот лодочки наши остальные лодочки у нас на той избе ступенечки водичка лось пробегал буквально вот от меня в 30 метров чуть дальше камня выпрыгнул я здесь посуду я аж оторопел его туда он по болоту убежал ну красивый был конечно заснять было бы вот такая вот природа в карелии вот там дальше у нас 2 изба это уже ближе к реке сегежа это мы вручей сейчас стоим ручей гаги или на кого по карте называют ручей гагой так что тут у нас груза разные по весу смотря какой ветер так больше пока показать нечего ребят тяжелый таежный быт так вам скажу потому что и дрова надо таскать а дрова уже здесь сухарника нету приходится откуда-то с каких-то ручьев вывозить там искать сухарник хорошие деревья я не пилю никогда в жизни потому что не я их сажал не мне их убить так что вот такая вот а вот еще у нас костровище есть следующем году дополнением будут будут типа барбекюшки вот она костровище сеточка тут все вот она будет типа барбекюшки но она будет как допустим три в одном в ней будет горячее копчение холодное копчение и мангал ну так будет там мы надеемся построить все-таки такое интересную вещь ну все ребят приезжайте звоните телефоны есть также я есть в одноклассниках вконтакте в тиктоке и везде вконтакте вконтакте